МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мост для них стал преградой. Уходит с должности, с чем Рекс Тиллерсон официально покинул пост госсекретаря США. И чего ждать от нового главы ведомства? Под контролем в ЕС хотят обязать в соцсети предоставлять доступ к личной переписке по запросу правоохранителей, кого коснуться нововведения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских защитников. Один военный погиб, трое ранены. Уже через 10 минут после установления так называемого пасхального перемирия противник обстрелял Авдеевку и опытно применив запрещенное оружие. Сегодня же зафиксировали уже 5 обстрелово-пондурных пунктов сил АТО на Донецком направлении. Продолжит наш военкор Ирина Баглай. На відстані від нас за 100 метров знаходиться ворог. И хотя в зоне боевых действий объявлено очередное пасхальное перемирие, Иван предупреждает о возможной опасности. Несколько недель назад на позиции боевиков в Зайцево заехали снайперские группы и пехотинцы уже успели ощутить на себе их работу. Это скорее всего снайперские группы, наученные люди, потому что они работают довольно профессионально. И за стенами полуразрушенных домов от их выстрелов не укрыться, предупреждают бойцы. С оговоркой, днем теперь безопаснее. Вражеские снайперы перешли на ночной режим, оснастив свои винтовки теплоприцелами. Видят тепло. Саме тепло, когда выделяет людину. Важливо, какая відстань, что он стоит задержанным, что не задержанным. Ты видишь силуэт люди. А расстояние здесь и без оптики позволяет рассмотреть позиции противника. Единственная преграда зарослей. Я уже, честно говоря, также четвертый год. Мало таких секторов, таких позиций, как сейчас наша, на таких очень близких отстанях. То есть война тут идет за сантиметры. Большинство на этом рубеже воюют уже пятый год. Кадровые военные, кто в 18, кто в 20 осознанно выбрали свой путь. А вопрос, не сожалеют ли, вызывает искреннее недоумение у пехотинцев. Юрию 20 лет. На фронте два года. Уже командует небольшим подразделением. В подчинении бойцы, которые годятся Юрию в отцы. Ребятам сложно объяснить, как удалось завоевать авторитет у людей с более богатым жизненным опытом. Их оружие не слова, а дела. Успешное выполнение задачи и возвращение в полном составе. Это далеко не весь фронтовой путь Николая в родной 24-й бригаде. Он немногим старше Юри. На войну шел, будучи кадровым военным. Уже с богатым боевым опытом он сравнивает сегодняшнюю ситуацию с самым тяжелым, 14-м годом. Тогда воевать учились на ходу. Сейчас подразделение как единый, слаженный и натренированный организм. У них своих не кидать. Мы один коллектив можем быть. Один за одного, как один кулак. Три месяца назад в Днепропетровской области в семье вынужденных переселенцев произошла трагедия. Во время пожара погиб их ребенок. В комнате, где жили люди, огонь полностью уничтожил все вещи и документы. С тех пор семья из шести человек живет в гостинице. Кроме того, супруги остались без работы. Продолжат наши корреспонденты. В декабре 2017-го в этом блоке произошел пожар. Двухлетний Ваня отравился угарным газом и погиб. Огонь уничтожил и все имущество семьи Устиновых. Переступить порог модульного домика для переселенцев женщина не может до сих пор. Семья с пятью детьми переехала из Первомайска в мае 2015-го. Поселилась в модульном городке. Во время пожара пострадали еще три семьи. Их разместили в свободных комнатах городка. Устиновы отказались. И их отправили жить в гостиницу. Абсолютно неудобно. Ездить готовить, ну как? В тихушку готовим мультиварки. Вещи в пакетах. И там в пакетах стоят. Потому что вот это шифонер и все, больше их сложить некуда. Это жизненные чемоданы. Номер оплачивают местные власти. Они же выделили семье компенсацию 25 тысяч гривен. Но практически вся сумма ушла на самое необходимое. Заново вынуждены были покупать все, начиная с нижнего белья. Муж единственный, кто работал в семье. Но по семейным обстоятельствам ему пришлось уволиться. Пока работал, деньги были. Сейчас буду искать новую работу. Вы же цирка сами уволились? Да, пришлось. Ну потому что девок в школу водить нереально. Другой конец города. Людмила устроиться на работу пока не может. Нет паспорта. Он сгорел во время пожара. А восстановить документ – настоящая проблема. Пока живут на 3 тысячи гривен, которые получают как переселенцы. Выехать из гостиницы и снимать жилье, рассказывает Людмила, пытались. Но сдавать квартиры переселенцам не все хотят. Задумывались и об ипотеке. Однако и банки не спешат давать кредиты тем, кто вынужден обежал из зоны АТО. Причину возгорания до сих пор не установили. Правоохранители ждут результатов экспертиз. Пока версии две. Неисправная проводка и шалости детей с огнем. Константин Рейдин, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровская область. Если Россия запустит газопровод «Северный поток-2» в обход Украины, Киев это будет расценивать как политический шантаж. Об этом заявил президент Украины. По словам Петра Порошенко, строительство требует тщательной проверки, прежде всего с экономической и политической точки зрения. Ведь в случае запуска «Северного потока-2» российский «Газпром» сможет блокировать реверсные поставки газа в Украину, ограничивая их объемы. При этом Петр Порошенко уверен, на запуске этого проекта скажется недавний скандал с отравлением двойного агента Скрипаля в Британии. Временно отстранить от должности, попросил президента глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. До того момента, пока не завершутся следствия о смерти руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Он подчеркнул, что сделал это, чтобы ни у кого не возникало сомнений и не было никаких спекуляций, призвав при этом объединить усилия и помочь пережить трагедию жене и детям погибшего. Савченко также заверил, что никому не даст повода безосновательно обвинять его и расшатывать ситуацию в регионе. Напомню, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний ИО директора местного аэропорта летчик Владислав Волошин. МВФ снова требует повысить цены на газ для украинцев в рамках программы кредитования. Напомню, на этой неделе правительство приняло решение, что до 1 июня 2018 поднимать тарифы не будут. На очередное заявление фонда отреагировал и нардеп Сергей Каплин. Он заявил, что Украина должна наконец-то разорвать отношения с МВФ. Соответствующий законопроект Каплин подал в парламент еще в прошлом году. По его словам, документ продолжает пылиться в Верховной Раде. Но вопрос моратория на сотрудничество с фондом до сих пор актуален, говорит нардеп, и предлагает провести по этому вопросу референдум. 29 апреля в 17 областях Украины пройдут очередные выборы в объединенные территориальные громады, после чего большая часть средств, согласно децентрализации, останется на местах. Чего от выборов ждут люди в Днепропетровской области и кто готов решать их проблемы? Об этом далее в материале. Через месяц жители Новомосковского района будут избирать главу объединенной территориальной громады. В нее входят несколько сел и город Перещепино с населением 14 тысяч человек. Главная проблема, говорят местные жители, дороги. Их состояние ужасное. Капремонта не помнят даже старожилы. Кроме этого есть серьезные проблемы с водоснабжением. Уже 10 лет. Мы платим 26 гривен за кубометр воды. Ну, сюда входит канализация и водопостачание. Так что за такие, за такие старифы мы бы хотели не ловить воду, а иметь ее в своих квартирах. В четверти-пятом этаже нет воды. Город Перещепино далеко не единственный, где проблемы с водоснабжением. В аграрной партии, говорят, ситуация катастрофическая. Около 60% труб требуют замены. Более 200 населенных пунктов Днепропетровской области вообще не имеют водопровода. Мы сегодня друга, будем говорить область, которая столько отдаёт коштей в державный бюджет. А что же мы сегодня сидим в этой экологии? Что же мы сегодня пьем не воду, а водный рощин? Значит, мы неправильно сегодня формируем державный бюджет. Перерасподел. Значит, сегодняшние нардепы не отставят эти интересы Днепропетровщины. Главная проблема большинства громад – безработица и низкий уровень жизни населения, говорят в полициле. Изменить это – первоочередная задача. Одна из важных составляющих – земельная реформа. Для её внедрения партийцы разработали семь законопроектов. Сегодня депутаты Верховной Рады понимают землю исключительно как ресурс для собственного сбогачения, а мы рассматриваем землю как основу национальной экономики нашей державы. Поэтому земельная реформа от Аграрной партии – это не купи-продай, а это основный ресурс нашей державы, с которого мы должны стать все богатыми, створить замужную, мирную, потужную державу. Ситуацию на местах нужно менять кардинально, уверяют в Аграрной партии. И выборы в объединенных территориальных общинах должны этому поспособствовать. Мы имеем три основные лозунги, которые идут с нами на местные выборы. Это «Влада громадам», «Землю громадам» и «Кошти громадам». Если эти три складовые есть, громады на уровне местного самоврядувания, действительно способны врятать и свои населенные пункты, и страну в целом. На выборах 29 квитня мы ожидаем набрать около 20% в областном уровне. Но на этом Аграрии останавливаться не намерены. Юлия Жешко, подробности, телеканал «Интер», Днепропетровская область. Неприступный мост. Жители Полевской глубинки с ужасом ожидают приход весны. Две деревни в Ривенской области во время паводка практически отрезаны друг от друга. К мосту не подступиться. Какие испытания приходится преодолевать каждый день местным жителям, видели наши корреспонденты. Вот так мы перебродим эту воду каждого дня, туда и назад. Только так в резиновых сапогах жители деревни Обирки в Саранинском районе могут добраться до соседней Лягчи. За этим разливом мост через реку Случ, который построили 6 лет назад. К нему всего каких-то метров 100, но талые воды и дожди из года в год превращают этот участок дороги в полосу препятствий. Что весны и что осени мы имеем вот такую проблему, что речка выходит с берегов, затопливает, подходит до мосту. Мест очень хороший есть, по нему прекрасно ходится и даже ездится. Но до него фактически нужно плевать или придбать какую-то технику, которая по воде может перевезти людей. Иногда за помощью обращаются к местному трактористу. Но такое такси здесь могут позволить себе не все. Ведь техника есть не у каждого. А из деревни в деревню приходится ходить почти каждый день. Нам нужно идти в легче. Вот вед-врач у нас легче. Все у нас легче. Кому-то нужно решить дела в сельсовете, а кому-то на работу. Татьяна Сосюк возглавляет начальную школу в Обирках. Каждый день по этой дороге женщина добирается к своим ученикам. Раньше дети тоже из филии ходили сюда, в школу, в легче. Но в связи с тем, что речка каждого года разливается, дети не ходили до школы месяцами, не доходили до школы, много пропускали, поэтому уже много лет ходят они в другую школу. Со своими проблемами люди пытаются достучаться до местных властей. Просят обеспечить подход к мосту. Ведь это самый короткий путь между двумя селами одного сельсовета. Что относится самой этой подъездной дороги, бюджетные кошки, можно сказать, я залучить туда не могу. Потому что это поза межами населенного пункта находится сама дорога. Там треба значительные кошки, чтобы там что-то сделать, вот туда можно засыпать. Сейчас на этом участке дороги уровень воды еще не очень высокий, говорят местные жители. Ведь снег только начинает таять. Люди со страхом ждут разлива реки. Тогда резиновые сапоги уже не помогут. Из деревни в деревню придется добираться в обход. А это около 25 километров. Андрей Кровец, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. В Одесской области на взятках попались чиновники двух ведомств. Таможни и госпогранслужбы. Они вымогали деньги у владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. За въезд в страну одной машины требовали от 150 долларов до 1000. В зависимости от стоимости транспортного средства. Задержали главного инспектора таможни и старшего инспектора погранотряда. Во время получения очередной взятки следственные действия продолжаются. На украинской границе образовались автомобильные очереди. Особенно напряженная ситуация на въезде со стороны Польши. В частности на КПП Шегини и Краковец сегодня собралось около 300 авто. Госпогранслужбе объяснили скопление транспорта приближением пасхальных праздников. Те, кто работают или учатся за границей, спешат вернуться домой. Пограничники рекомендуют всем, кто в эти дни планирует въезжать в страну, учитывать ситуацию. Сегодня США покидают 60 российских дипломатов вместе с семьями. За ними Москва прислала два спецрейса. Один из российских самолетов приземлился в Вашингтоне, другой в Нью-Йорке, чтобы забрать также дипломатов, высланных ООН. Всего домой отбывают более 170 человек. Напомню, на этой неделе такое решение принял американский президент Дональд Трамп. Он также распорядился закрыть российское консульство в городе Сиэтл, неподалеку от которого находится военная база подводных лодок ВМС США. Последний день Тилерсона, отправленный Трампом в отставку, госсекретарь формально заканчивает свою работу и ведомство замерло в ожидании нового руководителя. Дмитрий Ановченко о том, что теперь изменится в американской дипломатии. Фактически Тилерсон перестал руководить делами в этом здании сразу после объявления об отставке, пробыв в должности всего 400 дней. Но формально он написал заявление только с 31 марта, чтобы оставить время бумаги собрать и со всеми попрощаться. А значит, власть здесь меняется именно сегодня. И начинается переходной период, ведь Майк Помпео, которого Трамп хочет видеть в этой должности, не может сразу же занять опустевший кабинет. По правилам его кандидатуру должен рассмотреть Сенатский комитет по международным делам, затем должен проголосовать сам Сенат, но агрессмены тянут. Дата слушаний еще даже не назначена. С нами и в последние недели работы Тилерсона не особо-то советовались. А на время смены власти госдеп и вовсе мало на что сможет влиять. Неофициально сказали мне работающие здесь дипломаты. Уходом бывшего шефа здесь не особо-то и расстроены. Рекса Тилерсона недолюбливали. Но и тем, как с ним поступили, тоже недовольны. Мол, к госсекретарям так относиться не принято. Ведь сейчас выяснилось, что президент даже не встретился со своим ключевым чиновником, прежде чем его заменить. Об увольнении Тилерсона узнал по телефону, причем от главы аппарата Белого дома. А причины отставки ему при этом даже не назвали. И все это объясняет те странные слова, которые госсекретарь сказал своим коллегам, прощаясь и уходя. В прощальной речи он назвал Вашингтон подлым городом. И намекнул тем, кто остается, дескать, вы можете не принимать в этом участие. Каждый сам решает, кем он хочет быть. Тилерсона ждет теперь пенсия. Он крайне разочарован. И по разговорам не будет проявлять каких-либо политических амбиций. Но приход Помпео для самого ведомства означает перемены. Позитивные, когда урезанный при Тилерсоне бюджет снова увеличат. И не очень. Ведь теперь госдеп перестанет быть первой скрипкой. Самостоятельную политику он проводить не станет. Придется лишь выполнять команды сверху. И в политическом ансамбле Америки с этого момента будет слышен лишь голос Белого дома до самого Трампа. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Очередные столкновения на границе между Израилем и Газой. Им палестинцы сообщают о 15 убитых. Израильская армия заявляет о тщательно спланированной акции как раз в день начала празднования Песаха, еврейской Пасхи. На месте побывал Григорий Бадо. Уже сутки Хамас делает все, чтобы пострадало как можно больше манифестантов в ходе так называемого марша возвращения или реванша на границе с Газой. Вот в этом районе за моей спиной собиралось в разное время до 20 тысяч жителей сектора. Мирная в кавычках демонстрация под лозунгом уничтожения Израиля быстро перерастает в метание камней и попытки преодолеть пограничные заграждения. Это агрессия в чистом виде. Террористическая организация Хамас посылает сюда тысячи жителей, чтобы прикрыть свои реальные намерения. Это прекрасно видно даже с нашей стороны, оттуда, где мы сейчас находимся. Власти Хамаса этой акции намерены укрепить свою активность на внутриполитической арене, перехватив инициативу у администрации Махмуда Аббаса, главы палестинской автономии. Разочарование толпы тотальной коррупции во властных структурах Газы нужно куда-то направить. И лучшая цель для этого, как известно, Израиль. Возле границы в агитационных палатках выдают израильские флаги и портреты Дональда Трампа для сожжения. Бойцы Хамаса пытаются управлять толпой, прорывать границу, использовать зажигательные бомбы и разрушать пограничное оборудование. Подразделения израильской пехоты, дислоцированные на границе, докладывают при этом о поражении целей. Сегодня беспорядки распространились и на палестинские территории, на западном берегу Иордана. Хамас сегодня ходит по краю. Их задача – заявить о себе как о политической силе, а не только террористической. Для этого они науськивают толпу на извечного врага – израильтян. Хамас оккупировал Газу 11 лет назад и за это время ничего не сделал для простых людей. Весь бюджет уходит на войну с Израилем, но при этом победить на будущих выборах как-то тоже надо. Не случайно начало акции приграничного марша назначили на первый день еврейского праздника Песах. По этой причине израильские представители в ООН не смогли участвовать в срочном заседании Совбеза, которое не отложили, несмотря на многочисленные просьбы МИДа Израиля. Сахал ввел на период праздничной недели режим изоляции палестинских территорий. А Хамас обещает поддерживать беспорядки вплоть до 14 мая – Дня независимости Израиля. Григорий Баду, Алиса Неверовская. Подробности – Ближневосточное бюро телеканала Интер. Венгрии угрожает государственный переворот. Так считает премьер страны Виктор Орбан. В интервью местному радио политик заявил, что в преддверии выборов в стране работают 2000 проплаченных заговорщиков. Они хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов. По словам Виктора Орбана, конспиратора власти знает по именам. Премьер считает, что иммиграция мусульман подорвет христианскую Венгрию и Европу. Совершенно не секретно. Евросоюз обяжет соцсети предоставлять данные личной переписки пользователей в течение считанных часов на запрос правоохранительных органов. Тогда именно вступят в силу новые правила и кого они коснутся, знает Елена Абрамович. Личная переписка больше не будет личной, решили в Еврокомиссии. Нововведение пока на стадии проекта, но о такой необходимости в Брюсселе говорят уже давно. Главная цель, как ранее заявляла Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, борьба с терроризмом и преступностью. Террористы и преступники все чаще используют мейлы, мессенджеры и другие электронные инструменты. Наши прокуроры нуждаются в этих уликах, а они очень часто хранятся на территории других государств или же за пределами ЕС. Сотрудничество на данный момент удается устанавливать, но медленно. И мы больше не можем просто полагаться на добрую волю IT-компаний, которые соглашаются открыть доступ. Поэтому соцсети обяжут предоставлять доступ к перепискам по запросу правоохранительных органов. Чтобы избежать санкций, информацию придется давать в течение 10 дней, а в исключительных ситуациях 6 часов. Касается это и Фейсбука, и Твиттера, а также других платформ и приложений, где можно общаться с помощью личных сообщений. Документ с новыми правилами уже существует, на него ссылается издание Евроактив. Учитывая неограниченный характер интернета, такие услуги могут предоставляться из любого места и не обязательно требуют физической инфраструктуры, корпоративного присутствия или персонала в государствах-членах, где предлагаются услуги. Поэтому доступ к данным должны открывать и компании за пределами ЕС, говорится в документе. О реформе планируют объявить уже 17 апреля. Что важно, касается она не всех. Правоохранительные органы могут требовать только данные о преступлениях, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сегодня стартовал новый сезон чемпионата Лиги участников АТО. В нынешнем году в соревнованиях примут участие 59 команд со всей Украины. Это почти 2000 бойцов АТО. Первенство уже стало традиционным. Его проводят четвертый год подряд. Но только в этом году получила официальный статус. Подробнее наши корреспонденты. Старт сезона не омрачила ни прохладная погода, ни дождь, который шел во время церемонии открытия. На кубок футбольной Лиги Севера приехали команды из четырех регионов Украины. Для некоторых этот сезон станет дебютным, но в основном игроки опытные спортсмены. Турнир – часть всеукраинской программы психологической и физической реабилитации участников АТО. Да и футболисты признаются – на поле забывают об ужасах войны. В этом году Лига участников АТО получила официальный статус. Соревнования внесли в единый календарь спортивных состязаний. В нынешнем году с федерацией футбола участников АТО стали сотрудничать и профессиональные клубы. Это предусматривает совместные тренировки, ежемесячные товарищеские матчи, а значит более эффективную реабилитацию участников боевых действий. Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности – телеканал «Интер». Полный аншлаг. Запорожский театр молодого актера на главной сцене страны. Показывают спектакль-комедиум «Папа в паутине» известного драматурга Рея Куни. Все билеты продали задолго до выступления. Организаторы мероприятия утверждают, благодаря таким проектам удается не только возродить региональные театры, но и обменяться творческим опытом со столичными коллегами. Спектакль режиссеры выбрали именно под киевского зрителя со скользким сюжетом. Для меня это важно, поскольку я сам запорожец, и когда возникла идея совместно, можно так сказать, выбрать для премьеры постановки Запорожского театра молодого актера какую-то пьесу, они предложили нам помочь в финансировании этой постановки. Мы с радостью согласились. Осенью прошлого года состоялась премьера в Запорожье. Она мне лично очень понравилась. Конечно же, это очень приятно для нас, для театра. Мы очень часто гастролируем в другие города, и я наблюдаю, что очень мощное театральное движение сейчас происходит во Львове, в Одессе, в Днепропетровске. За каким редким астрономическим явлением смогут наблюдать жители планеты, что нашли ученые на берегу океана и какие шедевры создают из песка? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Он вернулся. Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Ему заменили клапан легочной артерии. Официальный представитель актера сообщил, состояние Шварценеггера стабильное. При пробуждении от наркоза его первыми словами были «I'm back», намекая на знаменитую фразу из «Терминатора». В лондонском аэропорту отменили рейсы, так как загорелся пассажирский автобус. Пламя удалось ликвидировать спустя несколько часов. О пострадавших не сообщается. По мнению специалистов, пожар начался из-за неисправности двигателя. Искусство в пустыне. По случаю Страстной пятницы, боливийские и перуанские художники создали религиозные скульптуры на песчаных дюнах. Они воспроизводят картину, изображающую дорогу и основные моменты страдания крестного пути Иисуса Христа. В Национальном музее Вашингтона открылась выставка, посвященная фестивалю Burning Man. Посетители могут полюбоваться необычными скульптурами, фотографиями и украшениями, которые создали специально для Burning Man. Организаторы надеются, что эта выставка привлечет посетителей на фестиваль, который ежегодно проходит в августе в штате Невада. Друзья, по несчастью, 7-летний Мэдден из штата Оклахома родился с деформированной верхней губой и гетерохромией разным цветом глаз, из-за чего мальчик часто становился объектом насмешивших в школе. Жизнь изменилась, когда на странице приюта для животных он нашел кота с точно такими же проблемами. Мэдден забрал животное, и теперь они лучшие друзья. На берегу Флориды вынесло фрагмент старинного корабля 18 века. Находку обнаружили неподалеку от известного курорта Понте-Ведра-Бич. По мнению специалистов, часть судна хорошо сохранилась, так как долгое время оно пролежало в песке на дне. На фрагменте можно заметить римские цифры. Но кому именно принадлежало судно, ученые еще выясняют. В ночь на 1 апреля жители Земли смогут наблюдать голубую луну. Так называют полнолуние, которое происходит второй раз в течение месяца. В следующий раз подобное ожидают в 2020 году. У некоторых людей такое редкое природное явление вызывает физическую и эмоциональную слабость. Врачи рекомендуют провести этот день с семьей и не вступать в конфликты. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности вей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.